Они просто приткнулись на какие-то поверхностные вещи и вместо того, чтобы пойти дальше и получить на самом деле больше убеждений они сказали, что все не работает, дальше странные слова, странные учения, больше не хочу быть учеником И в конце, вы знаете, происходит такое глобальное разочарование во всем Знаете, какой здесь ответ для нас? Еще раз, ответ следующий Идти на глубину, искать веру Независимо от той ситуации, которую ты проходишь И у каждого, это правда, у нас есть своя ситуация У кого-то связано с болезнью детей У кого-то с работой, у кого-то с личной жизнью Я не знаю, в отношениях, с непониманием Бога и так далее Знаете, один из самых моих любимых отрывков 1 Тимофея 4.16 Откровение это было за последние годы 1 Тимофея 4.16, откройте, пожалуйста 1 Тимофея 4.16, что здесь говорится? Может, даже наизусть Вникай в себя и в учение занимайся этим постоянно Часто? Постоянно И таким образом, что сделаешь? Спасешь себя и кого? И слушающих тебя Вникай в себя Вот про самолет мы много раз говорили Да, два крыла Знаете, вот христианство, оно состоит буквально из этих двух крыльев Первое, это интересно, что на самом деле для меня было откровение Первое здесь говорится, вникай в себя Но я часто бывал и так годами Вникал в Бога И думал, вообще в себя не важно вникать Я же в Бога вникаю Я вникал в Бога Вы знаете, христианство еще раз Если можно сравнить еще с самолетом Может тоже с лыжами Я бегаю на лыжах, мне очень нравятся лыжи Невозможно одну ногу с лыжи вот тянуть Надо бы в конце концов что делать? Другую А потом другую А потом другую И другую И вот так это работает по жизни Ты вникаешь в себя Ты начинаешь анализировать А что с моей душой происходит? А что с моими чувствами? А что с моими мыслями? А что с моим сердцем? Ты вникаешь И в конце концов это побуждает тебя двигаться куда? Вникать в Бога Но вникая в Бога Ты начинаешь лучше понимать кого? Себя И понимая себя Ты начинаешь лучше в Бога И так далее, и так далее И вот я могу сказать, братья и сестры, без обид, но я вот с чем столкнулся, на самом деле, в Екатеринбурге. В Екатеринбурге я много, знаете, нашел таких, как бы, есть явление такое, были в Прибалтике, не в Прибалтике, а в Калининграде, да. Это янтарь, знаете, да. И вот там есть червячок или какая-нибудь мушка такая, которому реально миллионы лет. Она застыла в Смоле, вы знаете, да, как янтарь. И она вот такая, почти как живая, но она в янтаре, прошли миллионы лет. Да, это, конечно, красиво. Знаете, я часто встречаю учеников здесь таких, знаете, в 90-е годы застыл, как мушка, вот так. И ты общаешься, и ты понимаешь, что уже даже не нулевые годы и не десятые, но по-прежнему человек говорит, а нас так учили. Я говорю, когда учили? В 90-е годы. А не то, что время изменилось, да, вот обстоятельства. Я хочу призвать вас, на самом деле, двигаться к взрослости, к зрелости, на глубину. Анализировать себя, свою жизнь. Потому что, ну, невозможно, знаете, это даже странно, ходить в одной и той же одежде, да, десятилетия. Ну, например, я что вот понял, даже если сравнить нашу веру, то наша вера порой, наша личная твоя вера, это примерно как одежда. И вот ты одеваешь одежду, но постепенно, вот если взять такой подростковый, очень быстро подростки растут, да, ты вырастаешь и начинает опять все давить, обувь давит. И родители говорят, да мы тебе на прошлом месяце там купили обувь, что опять там. Я помню, когда был подростком, особенно это было кошмар в советское время, реально. В советское время это была большая проблема. Но, знаете, вместо того, чтобы ныть и чувствовать себя очень плохо, нужно, знаете, какую я вещь понял, поменять одежду на больший размер. И то же самое, мы сталкиваемся в нашей жизни с разочарованием, это значит, что ты уже перерос в свое христианство. Ты перерос в свое представление о Боге, ты перерос в какие-то свои стереотипы о Боге, о себе. И вместо того, чтобы разочароваться, нужно просто взять и поменять на большее. И сказать, Бог, расширь мою веру, расширь мою понимание, вырасти. Это возможность на самом деле расти. Аминь. Классно. Друзья, давайте не будем этим мушками в ментаре, да? Вот, на самом деле. Это красиво, но не очень вдохновляюще. Ну вот. А будем двигаться дальше. Вторая вещь, которая на самом деле, это первое, разочарование. Еще раз, разочарование это неплохо. Разочарование это возможность двигаться вперед. Вот, а не стоять на месте. Вторая вещь, которая может быть камнем в преткновении, который может привести от Бога, это тайный грех. Тайный грех. Я не случайно говорил о том, что Петр и Иуда вместе. Петр, если верный ученик, но несовершенный. Но это интересно, Иуда, это человек, который неоднократно в Евангелии от Анны назван предателем. Мы вот только что читали здесь, да? Давайте откроем. Итак, тайный грех. Евангелие от Анны, 12 глава, с 1 по 6 стих. Здесь сказано следующее. Евангелие от Анны, 12 глава, с 1 по 6 стих. Здесь сказано. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Бифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежащих с ним. Мария же, взяв фунт народового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса, оттерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда Симон Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это миро за 300 динариев, но это примерно год работы, это большая достаточно сумма, и не раздать нищим. Сказал же он это не потому, что заботился о нищих, но потому, что был вор, и он при себе имел денежный ящик и носил, что туда опускали. Вот смотрите, эта ситуация, это интересно, только в Евангелии от Анны сказано, почему Иуда предал Иисуса. Только в Евангелии от Анны. В других Евангелиях ничего не сказано. Сказано, что он его просто предал, пошел за... И дальше мотивы, мы остаемся как бы в неведении и непонимании. Мы думаем, ну может быть там побоялся, или может быть хотел деньги, или заработать, или слава, и так далее. В Евангелии от Анны открывает нам истинную картину. Написано, что он был вор. Причем интересно, выглядел он очень как духовный ученик. Он говорил, Иисус, он даже Иисуса вызвал. Иисус, ты на самом деле, ну, слишком самолюбив, да, себелюбив. Зачем такая трата 300 динариев? 300 динариев, грубо говоря, это 300 тысяч рублей. Вот примерно, да. 300 динариев. Тысяча рублей примерно один день за рубль, да, 300 тысяч. Может быть сейчас будет 600 тысяч, если хотите. Большая сумма. И он его вызвал. Но здесь сказано, вот почему на самом деле мотив его был. На самом деле он был вор. Никто об этом не знал. Абсолютно никто. И когда даже Иисус в следующей главе сказал, один из вас предаст меня, да, все говорили, как? Ну, это невозможно. Я думаю, что если бы кто-нибудь узнал, подумали, подожди, это же наш, это, бухгалтер, или кто там, администратор. Тем более он занимается благотворительностью, да. То есть у людей, не, ничего плохого. Наталья, все нормально. Вот, Наталья у нас, а мне, это, занимается. Бухгалтеры и бухгалтеры. Вот. Но, реально, он внешне выглядел как суперученик. Никто не мог, ни у кого даже не было идеи. Но у него был вот этот тайный грех, которому он никому не говорил. Возможно, все началось просто с искушений. Может быть, у него такое было искушение, отдай, я просто займу деньги из красы, а потом как-нибудь верну. Ну, в принципе, нет. А потом, ой, не могу вернуть. А может быть, это, ой, никто не заметил. Я не знаю, как это, что происходило. Но очевидно, что это не произошло, знаете, за один день. Возможно, это даже не за неделю, не за месяц, а может быть, годы. Я реально даже сталкивался с подобной ситуацией в церкви. И даже, к сожалению, когда, значит, бывало так, что раскрываются определенные резонансные, так сказать, какие-то вещи. Понимаешь, проблема была в том, что какой-то брат или сестра ничуть не лучше, не хуже. Просто они в определенный момент решили для себя. Я об этом никому ничего не скажу. И вот это ошибка. Потому что, на самом деле, вот в этот момент, знаете, когда мы решаем, что мы никому ничего не скажем. Вот, например, маленькую вещь. Какой-то мысли, о каком-то искушении, о каких-то, не знаю, маленьких грехах. Не обязательно воровство, да? Может быть, просто, я не знаю, вожделение. Или, может быть, какая-то трусость. Или какая-то ситуация, я не знаю, на работе. Или, может быть, какое-то маленькое лукавство. И мы решаем для себя. Я об этом ничего никому не расскажу. И знаете, вот грех, он имеет тенденцию, он сам по себе не испаряется. Он имеет тенденцию, знаете, как инфекции. Он попадает через маленькую дырочку. Я однажды, знаете, у меня был пионер в лагере в советское время. И у меня поднялась температура под 40. И у меня стало трясти всего. И я не мог понять никак. Орвало, и все. Я привели к врачу, и он сказал, ну-ка, сними носки. Я снял, и он нашел маленькую точку у меня на пятке. И оказывается, я просто наступил на иголку какую-то, на почве. Просто попала инфекция. И эта инфекция просто пошла на тело. Я даже этого не заметил. Вы знаете, вот грех, он проникает. И если мы не имеем с этим дела, он просто может, человек, полностью разложиться изнутри. Просто сгнить. И вот здесь, на самом деле, для нас это предупреждение. В первом послании Анны, в первой главе говорится следующее. Если мы же ходим во свете, подумаем, как он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сын Его, очищает нас от всякого греха. Вот это и есть обещание. Что если мы их уносим на свет, нашу жизнь, то есть мы не ведем двойную тайную жизнь. На самом деле, Бог нас очищает, друзья. Это хорошая новость. Я могу сказать, что не все вещи мне лично тоже бывает, знаете, как бывает так. Ой, если я поделюсь, я потеряю уважение, или вдруг мне, я не знаю, кто-то воспользуется этим вещами. Разные вещи. Но я для себя понял такую вещь, даже Марина часто делится таким примером, что она приняла решение однажды, что будет говорить своим наставникам всегда о той вещи, которой меньше всего хочется рассказывать. Вот, может быть, у тебя нет таких грехов, как у Иуды и болевые большие. Вот, прими решение, вот на встрече, я не знаю, с наставником, на духовном времени, да, с тесноком, поделиться той вещью, которую, может быть, ты меньше всего хочешь рассказать. Я могу сказать, эффект будет, ну, просто поразительно, исцеляющий. Это реально работает. Вот такой лайфхак для вас. И на самом деле это работает и помогает. И так не должно быть для нас таких, да, тайных грехов. Аминь. И третья вещь, которую я хотел сказать, третья вещь, которая может быть камнем претновения, наоборот, это для нас силы, это отсутствие личной глубокой эмоциональной связи с Христом. Евангелие от Анна, 15-го, 1-го по 6-й стих, известный отрывок, здесь говорится следующее. Евангелие от Анна, 15-го, для многих из нас очень любимых, да, здесь сказано, я есмь, Иисус говорит, истинно виноградная лоза, а овец мой винограды, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод, очищает, чтоб больше принесла плода. Вы очищены через слово, которое я пропойду вам, прибудьте во мне, и я в вас. Как ветви не может приносить плода, само собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есть не лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, и вы без меня не можете делать ничего. И кто пребудет во мне, а, и кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветви, и засохнет, и такие ветви собирают, бросают в огонь, и они сгорают. Вот смотрите, Иисус здесь говорит следующая вещь. Прибудьте во мне, то есть постоянно, да, в общении со мной. Я пребуду в вас. Это интересно, что он говорит, без меня делать можете ничего. Вот буквально, когда мы ехали сюда на службу, с Мариной обсудили такую вещь. Смирение, да, как одно из главных добродетелей христианства. Смирение, это когда ты понимаешь, что без Бога ты делать можешь ничего. То есть не что, я могу сделать что-то, или без меня вы не можете делать многое, или хоть что-то, да, а Иисус говорит ничего. И вот это полное смирение, когда мы осознаем, что без Христа мы ничего не можем сделать, ничего. И здесь Иисус говорит, я есть истинная виноградная лоза. Это значит, что другие лозы не истинны. Истинная виноградная лоза. Знаете, вот такую вещь. Меня как-то, не знаю, как вас, меня пугали этим отрывком, вот, в свое время. Вот, очень сильно. Но знаете, вот какая здесь ошибка. По Ветхому Завету, лоза виноградная считался Израилем. И мы автоматически иногда переносили, что виноградная лоза, это что? В церковь. Мы иногда думали, но на самом деле здесь Иисус сказал, я есть истинная виноградная лоза. Не Израиль и не церковь истинная виноградная лоза, а Христос. И поэтому от Христа отрезать невозможно. Иногда, знаете, вы понимаете, о чем речь, да? Вот, использовали этот отрывок, вообще богословский, вообще неверный, искажая смысл этого отрывка. И то, что Иисус здесь говорит, если ты во мне не прибудешь, ты засохнешь. Это просто невозможно. Это как, знаете, цветок отрезать, он уже мертвый. То есть, да, он еще выглядит так живой, но пройдет какое-то время, у нее нет этого ресурса. Сами по себе мы не, у нас нет этого жизни. И знаете, вот как раз это очень важно, друзья. Молитва, чтение Библии, личное отношение с Богом, это не для церкви, это не, как, знаете, условия пребывания в церкви. Это не кому-то надо. Вот это то, что тебе нужно, знаете, как осознать, как воздух, как вода, как хлеб, как потребность, как вот без этого, буквально будет, знаете, иссыхание, засыхание и вот выгорание. Есть такое понятие, да, выгорание. Поэтому здесь одна из тоже, третья вещь, которая бывает, ну, проблемной. Почему люди вдруг уходят? Да они потому, что нет такой близкой эмоциональной, духовной связи с Богом. Здесь как раз Иисус об этом говорит. Поэтому Он продолжает следующее. Евангелие Атанна, 15 глава, 7 стиха по 11. Он поэтому продолжает. Он говорит, «Прибудьте во Мне, и слова Мои в вас прибудут. То, чего не пожелаете, просите, будет вам». И тем прославится Отец Мой, если принесете много плода, и будете Моими учениками. И как возлюбил Меня Отец, и возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудьте в любви Моей, как Я соблюдал заповеди Отца Моего, и пребываю в Его любви. Сие сказал вам, да радость Моя в вас прибудет, и радость ваша будет совершенной. Друзья, мне это очень вдохновляет слова Христа, потому что Бог хочет, Иисус хочет, чтобы моя жизнь была счастливая, чтобы моя жизнь была наполнена плодами, чтобы была, тут написано, радость совершенная, и чтобы моя жизнь прославляла Бога. А это можно сделать только, если, знаете, как мы на самом деле будем, как ангельское слово, plug in, да, буквально подключены, интегрированы в Христа. Если мы, и знаете, я убежден в следующее, вот мы молимся за изменения. Когда мы реально глубоко, эмоционально интегрированы в Иисуса, буквально подключены, живем им, изменения, они неизбежны. Это не результат того, что я, как знаете, напрягся, и, знаете, как в менеджменте, поставить правильную цель, сфокусироваться на нее, и приложить все усилия, да? Не, мы не занимаемся здесь менеджментом, вот этим, но на самом деле, Сус говорит, вот, как секрет, если ты прибудешь во мне, изменения в твоей жизни неизбежны, будут плоды жизни. И меня лично такая жизнь вдохновляет, я хочу жить такой жизнью, аминь, поэтому, это хорошая новость, это на самом деле тоже чудо, когда ты видишь плоды в своей жизни, действия Бога в твоей жизни, жить такой жизнью, вдохновляет, радует, да? А не сушит, это как, надо быть учеником, надо выходить. Это, это на самом деле, это кошмар, это не та жизнь, в которую я верю, мы хотели. Давайте выберем эту жизнь, да? Будем во Христе пребывать, самое главное, не будет у нас тайных грехов, и давайте мы не позволим разочарования в нашей жизни быть, да? Мы будем двигаться к зрелости и глубокой вере. Аминь. Спасибо большое, хорошего вам благословения, сейчас у нас будет причащение.